Вчера решил зайти в мобильном телефоне в личный кабинет и посмотреть просто на свой портфель. Давно не смотрел и офигел немножко. Ну, некоторые акции выросли на 100% за полгода. Что я для этого сделал и сколько налогов я с этого заплачу в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Захожу вчера в личный кабинет и вижу, там есть сортировка дохода по акциям, которые я получил. И Polymetal International – 101,63%. Polius – плюс 85%. Yandex – плюс 80%. FK-система – 57%. И, ну, дальше Sina Corporation – это уже в долларах. Что я сделал для того, чтобы получить такие бешеные проценты? 100%! Не годовых, это за полгода. Вот. Ровным счетом ничего я не сделал. Я просто купил эти акции. И я купил их осенью. Давайте посмотрим. Вот он, Polymetal. Смотрите, у меня весь портфель отсортирован по проценту активов. На первом месте у меня облигация «Россия-28» занимает почти 38%. Сейчас немножечко процент уменьшился за счет того, что вот эти акции выросли. Polymetal на втором месте. Я купил их примерно вот здесь. 2019 год. Нет, это даже... Да, это больше года назад, я думаю. Не знаю когда. Или осенью, или вот здесь. Не помню точно. Polymetal. И я этого не скрывал, я говорил всем, что слушайте, ну я хочу купить акции золото добывающих компаний, потому что думаю, что золото давно не росло и пора бы ему вырасти. Вот смотрите, вот покупка, а вот текущая цена. На текущий момент 109% примерно. Ну, вот чуть больше. Ну, она сегодня еще немножечко подросла, вчера была ниже. Вот. Соответственно, полюс то же самое. Давайте прикинем, какой рост. Там примерно то же самое все. Так, где у меня? Ой. 88%. Почти 89%. Дальше. Следующая по доле в портфеле. Газпром, который у меня в минусе. Следующий Яндекс, который у меня в хорошем плюсе тоже. ГМК Норникель. Но здесь в процентах не видно. Давайте я сейчас в процентах все-таки вот здесь покажу. Вот. По старшинству, ну, по обыванию. Полиметал Интернешнл 101%, значит, полюс 85%, Яндекс 80%, АФК Система плюс 57%, Сина Корпорейшн плюс 21% в долларах. То есть, доллар, если вырастет, то тоже, в общем-то, неплохо будет. Эли Лили Энд Компани, это тоже в долларах компания, тоже фармацевтическая, вернее, Сина Корпорейшн, это китайская компания. Эли Лили Энд Компани, фармацевтическая и, ну, там, медицинская компания, американская, плюс 14,59 в долларах. Где вы найдете такие доходности? Ксилинкс, американская компания, плюс 11,46 в долларах. ГМК Норникель, который вот весь, значит, там на него штрафы накладываются и так далее. На текущий момент плюс 11,39%. Давайте посмотрим его на графике ГМК Норникель. А его здесь нет. ГМК Норникель. Нет, вот, вот же он. Вот он, ГМК Норникель. Вот он, вот оно падение после этого разлива топлива, падение акций. Ну, да, упали. Но ничего страшного не произошло. То есть, смотрите, те, кто купил в последний момент, да, для них это больно, наверное. А здесь вот было 40%, стало 9%. Ну, дальше я жду рост все-таки. Вот, и сейчас будут дивиденды там, будут дивиденды. Дивиденды, кстати, это отдельная система. Вот, ГМК Норникель. Alexion Pharmaceuticals, 3,59 в долларах. Дальше идут аутсайдеры. Сургут, нефть и газ, акции привилегированные. Минус 0,88%. Есть и такое. Pfizer, минус 7,5% в долларах. Aeroflot, минус 14,51%. Татнефть имени Шашина, минус 15%. Novotec, минус, ну, почти 16%. Обувь России, минус 18%. Лукойл, минус почти 20%. Вот такие данные у меня. Ну, Лукойл я достаточно поздно купил, поэтому вот так. Вот. Что у меня дальше? Nike, минус 3,38% в долларах. Cisco Systems, минус 5,04. Boeing, минус 5,51. Macy's, минус 6,86. Я его поздно купил. Распадская, минус 7%. И дальше у меня идет что? Так, прочее. Tata Motors, индийская компания. Плюс 19,42% в долларах. TCS Group Holding. Это Тинькофф кредитные системы. Он считается иностранной акцией. Плюс 9,06. Куплен через биржу СПБ. И недавно я купил Mail.ru Group. Оно только-только вышло. Но я купил с опозданием немножечко. Минус 2,66%. Но, смотрите, проценты хорошо складывать, конечно, и, значит, смотреть. Ага, здесь 100%, а здесь сколько же реально я получил. Как все это посчитать, во-первых, и сколько налогов надо заплатить. Так вот, друзья мои, вот эти сделки, которые совершены, они были совершены там полгода или год назад. И вот вся эта прибыль, которую я вам показал, или убытки, это бумажная прибыль. То есть, я 100% доходности получил бумажной прибыли, налоги я не плачу вообще. То есть, я держу ее год, она выросла в цене, я налоги не плачу. Два года держу, я налоги не плачу. Три, четыре, пять лет я налоги не плачу. Но если я через пять лет ее продал, то я все равно налоги не плачу. Потому что есть ограничения, там, сказать, по-моему, на три года. Если три года владеешь бумагой, то налоги платить не надо. Друзья мои, ну, посмотрите, чем дольше держишь бумагу, тем выше ваша доходность. И с огромной вероятностью вы не будете платить налоги. Это очень здорово. И, конечно же, вот недавно у меня было видео о том, что брокер признался, что самый лучший инвестор оказался мертвый инвестор. То есть, он просто купил акции и забыл. И у него самый лучший результат. Они не нашли, кого наградить, потому что выяснилось, что он просто забыл про эти акции. И самый лучший результат. То есть, вот, зачем трейдингом заниматься, зачем дергаться? Купил и забыл. Я тоже купил эти акции и забыл. И вот, я говорю, вчера решил посмотреть, а что у меня там с акциями? А вот что. Вот, то есть, смотрите, купил и забыл. Акции сами растут. Налоги платить не надо. А мораль какая? Просто бери. То есть, у вас появляются денежки, откладываете, покупаете акции. Появляются денежки, откладываете, покупаете акции. Акции упали, ну, значит, можно еще купить больше, потому что они подешевели. И акции, кроме того, они еще и приносят дивиденды. Я там посмотрел вчера, думаю, интересно, а какие дивиденды я получил? А уже не такие, уже и маленькие, там в районе 30 с лишним тысяч за год я прошедший получил дивиденды. Вот разных компаний. Дивиденды и купоны. Но по дивидендам, могу сказать сразу, есть налог на дивиденды. Если он не подоходный налог, он платится в момент выплаты дивидендов. То есть, поступают дивиденды, высчитывается налог. Налог высчитывает брокер. Здесь уже, ну, как бы все железно. Вот, брокер высчитывает, и брокер является налоговым агентом. Налоги выплачиваются в бюджет. Вот, и можно посмотреть в личном кабинете, какие налоги уплачены. В личном кабинете налогоплательщиков, налоговой, налоги.ру. То есть, там все тоже очень классно написано. И как-нибудь я даже, если хотите, я вам даже это покажу. Это святая святых. Я не скрываю, что я плачу налоги. Ничего в этом страшного нет. Вот, и ничего не надо пугаться. Что еще я хотел сказать, то, что, как посчитать общую прибыльность портфеля. Потому что, ну, смотрите, вот, ну, казалось бы, достаточно сложно. Но, каким образом надо посчитать? Смотрите, я беру, например, вот у меня есть 18 акций полиметалла. Куплены по 724 рубля. Сейчас 1498. Значит, пишем, значит, скажем, 18. Умножаем на 1498 минус 724. Плюс 2 умножить на 13328 минус 7134. Плюс и так далее. Понимаете? То есть мы, как бы, суммируем все эти акции. И таким образом мы можем посчитать общую доходность портфеля. Либо мы можем посчитать, ну, скажем, сколько денег было вот в момент покупки. И потом в момент продажи с учетом уже курсовой разницы она тоже считается в долларах. Вот. Что еще я могу сказать, как считаются налоги? Да, если мы докупаем акции. Смотрите, вот у меня, например, было там 100 акций. И я купил через 2 года еще 50 акций. А еще через 2 года я продал, скажем, там 20 акций. Какие акции я продал? Те, которые я позже купил или те, которые раньше? Как считается? То есть, ну, понимаете, что срок владения акциями, он, как бы, ну, то есть, если больше 5 лет, там, или больше 3, то налог не берется. Так вот, берется налог или нет? Нет, если я купил сначала 100 штук, потом, значит, и в год покупал, а потом я продал акции. Какие акции я продал? Так вот, я выяснял этот долговопрос и выяснил его, наконец. На самом деле считается все очень-очень интересно. Все это усредняется. Усредняется цена акций, цена покупки акций. То есть, вот эта вот балансовая цена усредняется и усредняется срок владения акциями. То есть, берется, например, вот если у меня 18 акций куплено, скажем, год назад, и если я сейчас еще 2 акции докуплю прямо сейчас, то получается, что срок считается так. Ну, по дням будет средний срок 18 умножить, скажем, на 365, если 365 дней я владел этими акциями, плюс 2 умножить на 1. Понимаете? И все это поделить на 365 плюс 2. Вот таким образом считается срок владения акциями. Все, в принципе, ну, разумно, все логично и все достаточно справедливо. То есть, срок тоже усредняется. Я не знаю, если вы не поняли, напишите о том, как считаются налоги. Это в момент продажи именно. То есть, это владение акциями. Я надеюсь, что эта информация будет полезна многим. Вот, ну, практическая чистая информация. И удачных вам инвестиций. Инвестируйте. Кстати, осенью я очень активно говорил, что надо покупать акции золотодобывающих компаний. И это полиметалл и полюс золота. Полюс золота добывает золото в основном, полиметалл, золото и серебро. Если сейчас вы хотите докупить эти акции, например, да, то я бы вам советовал все-таки полиметалл, потому что в полиметалле серебра больше. А дивергенция между золотом и серебром сейчас, ну, достаточно большая. То есть, смотрите, золото выросло в цене, а серебро отстает. Ну, куда он денется, пойдет. Поэтому, если уж выбирать, то может быть полиметалл. Вот. Ну, да, вот Газпром, видите, у меня третье по величине, по объему. И он принес убытки. Убытки немаленькие. А вот обувь России, которая принесла достаточно большие убытки, но эти убытки, извините, на тысячу рублей размазываются. Ну, это ничего. Вот. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка. И до встречи. Оставайтесь на моем канале. Будет много интересного.